Тебя как зовут? Соня. Сонечка, да? А маму твою как? Кристина. Друзья, сегодня мы приехали к Кристине с ее дочечкой Сонечкой. К сожалению, так случилось, что она осталась совершенно одна и одна воспитывает ребенка. Сейчас она находится в доме, который буквально на днях она отсюда должна выехать. Это съемный дом, собственно, жилья у девушки нет. С документами ее непорядок. У нее паспорт украинский, а она была прописана в общежитии. Справка, как обычно, у нас в ДНР просрочена. Теперь надо кучу документов и тому прочее. А помочь ей в этом вообще никому. Это Макеевка. Это холодная балка, да? Да. Получается, совершенно никого. Короче, она не может даже на работу устроиться и тому прочее из-за проблем с документами. А теперь она еще осталась совершенно одна. Мы приехали благодаря вашей поддержке, привезли продукты вот этой маленькой, прекрасной Сонечки. И на что хочу внимание обратить. Прежде всего, руководству Макеевка, администрации, помогите ей с пропиской и получением паспорта ДНР хотя бы. А паспорт получается уже просроченный, да, украинский. Это тебе сколько лет? Будет 25. Там фотографии испорчены, прописки нет. Ну, понятно. Все как. И никто не хочет в этом помочь. Ну, собирать, сказали, кучу документов надо заново. Заново все. Заново все. Кучу документов и прочее. Это все средства. К сожалению, ей надо уходить с дому. Но она нашла другой дом. На холодной балке. Также она не может позволить себе приехать с Макеевки с холодной балки. Так как ты учишься, да? Да. В техникуме. Да. В седьмом. В седьмом техникуме. И кем ты будешь? Маляр-штукатур. Маляр-штукатур. И тебе еще сколько учится? Два года. Еще два года. То есть ей нужно окончить учебу. Это все близко. Плюс ребенок тут и в садик и тому прочее. И вот этой девушке, своей маленькой девочкой, Сонечкой, нужно поддержать их. Друзья, вот редко обращаюсь за помощью, которые действительно такие светлые, прекрасные девочки. И хотелось бы им очень помочь. Во-первых, там жилье надо снимать и тому прочее. Но еще там печка. В том доме мы уже в следующий раз приедем к ним, покажем. Там печка надо будет на зиму обязательно. О, или иначе они замерзнут. Хоть домик небольшой, они уже такой небольшой домик снимать будут. И сегодня благодаря вашей поддержке, ей же надо приехать, и надо же заплатить какую-то сумму. И вот благодаря вашей поддержке мы даем ей 5000 рублей. Спасибо большое. И надеемся, что вы откликнетесь и поможете ей хотя бы на какое-то время снять дальше квартиру и помочь углем. Ну, естественно, продуктами. Потому что сейчас она совершенно не вытягивает от дна. И без документов, пособий нет. Ну, короче, полная жесть. Только благодаря добрым людям такие семьи выживают. Спасибо вам огромное. Низкий подход. Спасибо большое вам. Спасибо. Скажи спасибо. Скажи спасибо. Спасибо.